Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех, гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 19 стихи с 1 по 10. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно прииди Иисус во Иерихон, И семуш нарицаемый Закхей, и сей бе старим и тарем, и той бе богат. И искаши видите Иисуса кто есть, и неможаши от народа, яка возрастом мал бе. И предыте к возлезе на ягодичину, да видит яка туде хотяшу минуте. И яка прииде на место, возрев Иисус, видев Его, и рече к Нему. Закхей, подчав со слези, днесь Бог в дому Твоем подобает ми быти. И подчав со слези, и прият Его, радуяся. И видевши в сироптах углаголюще, яка к грешному уже в неде витати. Став же Закхей, рече ко Господу, Се полимения моего Господи дам нищим, И аще кагочим обидех, возвращу четверицею. Рече же к Нему, Иисус, яка днесь спасение дому сему бысть, За ней и сей сын Авраамль есть. Приди, Бо, Сын Человеч, взыскати и спасти погибшего. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. В то время вошел Иисус в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, Искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом, И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, Потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать. И говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, А если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, Потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий, Пришел взыскать и спасти погибшее. Строки сегодняшнего евангельского чтения, Дорогие братья и сестры, Повествуют о посещении Господом начальника митареи Закхея в Иерихоне. Иерихон был богатым городом и важным центром. Он лежал в Иорданской долине и контролировал дороги, Ведущие в Иерусалим и переправу через реку Иордан, Которые ввели в земли восточного берега реки. Около города находился большой пальмовый лес И известная роща бальзамовых деревьев, Запах которых наполнял воздух на многие километры вокруг. Когда римляне стали вывозить из Иерихона финики и бальзам, Которые приобрели мировую известность, Город еще значительно и разбогател, И стал приносить казне большие доходы с налогов и пошлин. И так как Иудея была одной из провинций Римской империи, Налоги и пошлины собирало не государство, А арендаторы отдельных областей. Для этого они нанимали из местного населения Особых чиновников, мытарей. Государство заранее определяло размер пошлин, А арендаторы, ибо дочетные им мытари, Обогащались за счет того, что брали больше. Естественно, что мытарей, то есть сборщиков податей, Не любили во всех провинциях империи. Закхей, имя которого в переводе с еврейского Означало чистый или справедливый, Был не рядовым сборщиком податей, а начальником, Которому, вероятно, были подчинены мытари целого округа. Несмотря на свое богатство, он, по всей видимости, был несчастлив, Потому что выбрал занятия, сделавшие его презренным. Ненавидимый людьми, он стремился к любви Божией. Узнав о том, что Господь идет через Иерихон, Закхей вышел, сопровождавший Спасителя толпе. Но, будучи малоростом, не мог увидеть его. Однако желание непременно видеть Христа Было настолько сильно в нем, что он, забежав вперед, Влез на смоковницу, чтобы увидеть его, Потому что ему надлежало проходить мимо нее. Смоковница представляла собой дерево с низким стволом И раскидистыми ветвями, на которые легко можно было взобраться. Подходя к этой смоковнице, Спаситель увидел сидевшего на ней Закхея, Остановился и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Закхей поспешил слезть с дерева и пошел с Иисусом в свой дом. В сопровождавшей Спасителя толпе послышался ропот. Подстрекаемые, вероятно, фарисеями люди начали роптать и говорить, Что он зашел к грешному человеку. Иисус слышал этот ропот. Слышал его и Закхей. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Великая радость по поводу того, что Господь не вознушался им, как грешникам, Окончательно пробудила совесть Закхея и совершила полный нравственный переворот в его душе. Сознавая, что совесть его нечиста, в способах приобретения имения Он дает во вселуслышание торжественные обещания загладить свой грех любостяжания. Половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, возвращу вчетверо». Согласно законам о ворах, изложенном в книге Исход. Возмещение вчетверо полагалось по закону лишь за умышленный и насильственный грабеж. В случае же обычной кражи, если украденное не могло быть возвращено хозяину, полагалось уплатить возмещение в размере двойной стоимости украденного. «Мы же видим, что Закхей был готов возместить причиненный ему ущерб в гораздо большем объеме, чем того требовал от него закон. Этим он доказал на деле, что стал совсем другим человеком». Покаяние Закхея является образцом истинного покаяния, которое не ограничивается лишь бесплодным сожалением о содеянных грехах, но стремится загладить эти грехи противоположными им добрыми делами. Ведь покаяние, не подкрепленное делами, доказывающим его искренность, является неправдоподобным. Спаситель призывает нас, дорогие братья и сестры, к исправлению жизни по истинным покаяниям и замещению наших грехов и страстей благими мыслями и добрыми делами. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя упова, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok